Всем привет! С вами Олег с каналом Белли-Лапа. Работаем с картами, смотрим землетрясения за последние сутки. Всего магнитудой 2 и выше произошло 173 землетрясения. Геомагнитная обстановка у нас в зеленой зоне, практически единицы. Идеальная картина. Что еще рассказать? На Солнце все вроде бы тоже как спокойно. Давайте смотреть теперь на нашу Землю, что там происходит. В Атлантике, видно, в Северной вообще все тихо. На Канарах вот две двоечки произошли, к западу от Гибралтара тоже две двоечки. И вот такая вот серия здесь продолжается в районе Гибралтара. Здесь очень много двоек, прям фокусных. И никто там не посмотрит, что же происходит там под водой. На севере Италии здесь 3.0, глубина 20 километров, недалеко от Венеции. Также двоечки вот здесь вот по самой стране разбросаны. На западе Греции здесь 2.3.2, 3.2, на глубине 2 километра. На севере здесь у них 3.3, глубина 2 километра, недалеко от Солоники. Видите, что это как-то на двух километрах зафокусировалось. Но вот в районе Ларисы опять 4.4, на глубине 10 километров. Смотрите, не затухает тоже, настолько фокусная здесь серия происходит. Так, на юге Турции 3.0, на глубине 2 километра, на юго-западе. Ну, а так двоечки разбросаны. На западе Ирана здесь 3.7, на глубине 8 километров. Смотрим теперь здесь Восточная Индия двоечка. Так, в Китае 4.3, на глубине 10 километров, недалеко от Чинду. И на западе Китая, вот здесь 4.4, 10 километров, и 4.4, 10 километров, здесь вулкан Тяньшань. Ну, как бы это горная система Тяньшань, но не знаю, вулкан, пусть будет так. В регионе Казахстан здесь 3.1, в Восточном Казахстане, на глубине 10 километров. Ну, вообще видно, что вот в этой проекции, да, работает сейчас сейсмическая серия. Ну, и Хупсугул не успокаивается, 3.0, вот здесь и далее. Так, и 3.1, 3.0, что-то 3.1 как-то не выпадает. Давай выпадай как-нибудь. Вот, 3.1 на глубине 10 километров. Так, интересно, вот здесь у Сахалина дела обстоят. Здесь 4.5 на глубине 15 километров и 4.4 на глубине 15 километров. Если помните, здесь было вот сверхглубокие землетрясения. Вот, пожалуйста, вам пошли последствия после них. Ну, вообще, здесь давно не было землетрясений у таких неглубоких. И у обоих такая четкая глубина. 4.0 на глубине 70 километров. У Камчатки, вот на Львутах, тут, ну, давайте разберем сюда. Это 3.7 на глубине 40 километров. Так, на севере Японии 3.6 на глубине 60 километров. Вулкан Асорияма. Так, здесь 4.2 на глубине 43 километра. Вулкан Насу. О, четкое название Насу. Так, и здесь 3.5 на глубине 80 километров. Так, смотрим теперь, что у нас в Филиппине. В Филиппине север вообще тихо. И Тайвань тоже, смотрите, такая затишка возникает, да. Средние Филиппины здесь 3 тройки вот так треугольником располагаются. Ну, и Южные Филиппины здесь тоже 3 тройки. Не так красиво. Даже вот это вот можно туда же отнести. Хотя это к Талауду относится. И вулкан здесь Аву. А глубина 38 километров. Ну, короткое название, три буквы всего. И сразу запоминается хорошо. Так. Никобарские острова здесь 3.5 на глубине 10 километров. 4.4 на глубине 10 километров. У Суматры. И какое-то Ментовай озеро. 3.9 на глубине 10 километров. На востоке вот здесь вот у островов от вулкана Риджани 3.2 и на юг вот здесь еще двоечка и 3.4 недалеко от острова Моторам. Так. Что здесь у нас? Море Банда как-то по-хитрому в этот раз. 4.5 242 километра. Здесь 3.4 глубина 10 километров. Вулкан Сирунг. Здесь активный 4.4 глубина 370 километров. Море Банда. Здесь 4.6 глубина 128 километров. И 4.4 162 километра. То есть здесь получается все глубокая серия. Это даже можно сверхглубокое 4.7 отнести. 4.5 остров Ару Индонезия глубина 10 километров. Но вот это кстати рост глубоких и сверхглубоких связан с дырами на Солнце обычно. На них реакция идет. Так. 4.3 к югу от Фиджи тоже вот смотрите сверхглубокое. У Новой Зеландии здесь 3.5 182 километра глубокое. И по поверхности вот здесь вот 4.0 и 3.4 глубина одинаковая. 12 километров так и держится. На самом острове здесь 3.1 глубина 21 километр. И на юге здесь смотрите так интересно. Три троечки встали треугольник. И сюда на юг отходит еще 3.1 глубина 12 километров. Здесь тоже небольшие глубины 6 километров допустим. Вот. В Австралии здесь 2.6 недалеко от Мильбурна. В общем-то там не только холод, но еще и сейсмичность отмечается. Так. Архипелаг Чага здесь посреди Индийского океана. Опять 1.1 глубина 10 километров. Сомали здесь 5.5 глубина 10 километров. И еще здесь в Аденском заливе 4.5 на глубине 10 километров. В Африке как бы все вроде сообщает, что тихо как будто. Так. Аляска 3.0. Здесь глубина 8.6 километров. И 3.5 35 километров. И 3.1 10 километров здесь. Так. Идем на юг. Смотрим, что в США интересного. На западе здесь. Ну типично Сиэтл, Айдаха, Калифорния 3.5 на глубине 3 километра. У вулкана Клир Лейк. Здесь Солтен Си продолжается. Серия 3.2 глубина 6.77 километров. На северо-западе Мексики 3.5 на глубине 12 километров. Также у нас здесь в Оклахоме, Техас. И вот это интересно в Теннисе. В Теннисе на глубине 11.5 километров. Так. В Мексике прям что-то пошло в рост здесь. Начнем с севера. Здесь 3.9 глубина 5 километров. Это Парикутин, я так понимаю. Да. Парикутин здесь троечками продолжает сыпать. Вот здесь Колема. Вот 5 километров глубина 3.5. Потом по побережью вот здесь вот 3.9 45 километров. И 3.2 14 километров. А здесь такая вот серия из троек. 3.4 вот 11 километров. Здесь 3.5. 3.8 вот здесь 16 километров. И на юге здесь, как всегда, более плотная такая позиция. Ну, самая максимальная здесь 4.3 123 километра. Так, на побережье здесь вот 3.5 3 километра. Еще большое количество троечек здесь же наблюдается. Так. Так, вот Эмали у нас 4.2 глубина 57 километров. 4.0 61 километра. У Никарагуа у нас здесь целая серия. Вот 4.4 недалеко от вулкана Масая. Глубина 65 километров. И большое количество троек. Также троек на границе Коста-Рики и Панамы. Вот недалеко от вулкана Бару Панама. Глубина 50 километров. Так, смотрим. Вот теперь Доминиканская республика здесь. Здесь две троечки дает. И на востоке здесь у нас Виргинские острова. Глубина 21 километр 3.9. И Пуэрто-Рико 3.0. Глубина 10 километров. Так. Эквадор 3.8 1 километр. И там же 3.8. Так, стоп. 3.8 4 километра и 3.8 1 километр. Так. У Лимы в Перу 3.7. Происходит на глубине 53 километра. На севере Чили. Ну, откровенно, чуть-чуть притихло. Вот здесь вот глубокая сторона Аргентины. Давайте побережье посмотрим. Здесь 3.2 50 километров. 3.5 30 километров. В среднем Чили тоже как-то все тихо. 3.3. Глубина 85 километров. Вот одна троечка. Еще несколько двоечек. Ну, и все, наверное, давайте подводить итоги. Ну, что можно сказать. Конечно, активность чуть повышенная, но не выходит за пределы разумного, так сказать. Выше 200 не поднимается, общее количество. Но вот в Адонском заливе здесь прогрессивно происходит усиление активности. Потихонечку. Также смотрим вот Новая Зеландия. О, все, ходит вроде, да. А Охотское море. Сейчас, внимание, вот около Сахалена. Это смотрим. Ну, вот здесь вот Средней Азии. Восточный Казахстан. Тоже интересная тема. Ну, что, на этом все. Пишите комментарии, что-нибудь по поводу этого обзора. А с вами был Алекс, канал Берелап. Желаю, отличного поражения. Субтитры сделал DimaTorzok